Грузное выражение лица. Езжай, господи. Я же уеду сейчас. Все, Ира уехала, ребят, и остался я совсем один, ребят, один. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем. А, ребят, кстати, решил вам показать. Ну, сейчас маленькая такая новость, глядите. Вот такое чудище к нам пришло. То есть это тот рыжий покусанный привел. Такое ощущение складывается, что среди наших котиков есть предатель, который рассказывает, что типа пошли, там много вкусного. И они к нам все приходят, но он еще в дом не просачивался, но конкретно так пытается просочиться. Уже знает, где дверь, что туда надо нырнуть зачем-то. Ну, как бы ни разу там не был, но уже знает. Ну, рассказывают котики предатели. Так, сейчас, ребят, еще раз. Просили показать нашу чудо-клубничку. Показываем. Не вся принялась, но, в принципе, принялась. То есть принялась, не принялась, 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 принялась. Ну, можно сказать, вся принялась. Глубничка, все хорошо. Ждем, ждем безумный урожай. Вот. Не знаю, видно, не видно, ребят, вот уже проклевывается маленькая сирень. То есть листики раскрываются, а там живет сирень. Красивый чертяка. Ну, блин, ну сколько нам котов можно, надо его куда-то отдавать, короче. Нафиг. Абрикос скоро расцветет. Он уже беленький и проклевывается, это уже листики абрикосовые. Ну, только еще холодно, пчела не летает. То есть, если раскроются, цвета пчел не будет. Ну, в принципе, нифига ничего не будет. Посмотрим. Надеюсь, потеплеет. Ну, как бы оно пасмурно, влажно, не сильно холодно, но пчелы пока нет. О, видите, он уже подкрадывается. Вот. Его рыжик сто пудом покусанный учил. Куда? Ну, и тут он, банда. Что? Иришка уехала, ребят. Ну, начнем с завтрака. Сейчас подзарядимся жирным котлитосом. И в бой во двор. Там чуть прохладно, мерзко, но надо поработать. Ну, без котлитоса никуда. Сейчас подъезд их закинем. И в добрый час, друзья. В добрый час. Вот только Ира так отрезает. Зигзаг удачен. Блин. Блин. Я люблю ровненько, тоненько, классненько. С другой стороны приходится резать. Вот это по ГОСТу. Котово АГ. Меньше хлеба, больше мяса. Не знаю, может, я один, так как и клетос и ем. Но он должен заполнить весь хлеб. Огонь. Вот это бутер. Нихалам-балам. Чемпион. Сахара поменьше, белая смерть. Да будет с нами сила. Сила жирного котлитоса. Я завтракать, ребят. И наш день начинается. Ребят, сразу же хочу сказать, куда уехала Иришка. Так получилось, что у нее на этой неделе без выходных она ездит в другой город работать, ну как бы в филиал своего магазина. Там надо подменить, ей бензин компенсируют. Поэтому она без выходных и в другом городе. А я дома, но без машины. То есть ничего не могу купить, ничего не могу привезти. Ну, найдем, думаю, себе работу, как бы даже без этого. А у меня, как ни странно, положительные такие проблески в жизни. Ну, наверное, можно сказать. У меня вместо одного выходного теперь два. Назначили так. Теперь времени стало гораздо больше, чтобы общаться с вами, чтобы снимать видео. Ну, что мы, собственно говоря, и будем делать. Ой, подлец, подлец. Ну, нельзя ж так. Мы с тебя полюбим. Потом, куда мы тебя оденем, Барсик? Амурчит. Ах ты, гад, хороший. Буржуй, красавец. Это ужас. Куда нам столько котиков? Они сюда уже с троем будут идти колонной скоро. Блин. Привет, Нюська. Паспало, по тебе ушечки, Нюська. Почему я сюда пришел, ребят? Сейчас нам надо поменять кос местами. Потому что первая будет рожать Нюська, ну, коричневая коза, потом белочка. То есть Нюську надо, как бы, ну, отделить. Чтоб она там в загоне сидела. Тут намотали мы, да, Нюсь? Хоп. Вот такие у нас чудо-засовы. Близ стендап, близ стендап. Ну, выходи, Белка. Мы сюда Нюську замкнем. Выходи. Оп. А ты сюда заходи. Заходи. Все. Отлично. Все. Будешь там жить, Нюсь. Собственная квартира. Все, 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 Нюська. Блин, серый котенок по той же технологии действует, что и укусанный. Все время орет. Сейчас козочкам дадим водички. Кушать у них есть. Ой, падла, стремится в дом. Открыл курочкам сарай, ребят. Но они в сарай не заходили. У меня была забита, закрыта дверь. Они гадости. Факт тот, что какая-то курица одна несет на полу яйцо. Все по-честному, как бы, в гнездах. Одна какая-то неправильная. И с этим надо как-то бороться. Думаю, победим. За то время, которое я очистил, показывал, ребят, видите. Ну, как бы, относительно немного. Они сено насыпали, кролики. Ну, как бы, и кроликов относительно немного. Ну, сейчас мы это вынесем, чтобы не скапливалось. Надо бы переодеться, чтобы какашки не вымазать. И в добрый путь. Вот он, подкрадывается, да? Кстати, ребят, рыжего. Это наш, это наш рыжик, да? Рыжик наш, наш рыжик. Заходить будешь? Заходи, рыжий. Кстати, наш рыжий, ребят, покусанный который. Фух. Ну, Иришка его уже второй раз в магазин шла и занесла. Первый раз он вернулся, вернулся с вот этим серым котом. Второй раз, ну, чуть дальше, в более дальний магазин, как бы, отнесли. И понадвором посадили, в надежде, что его пригреют, приласкают. Но, боюсь, пройдет день-два, он еще с одним котенком придет или сам. Это, конечно, навигатор у него жесткий, четкий. Ой, блин. Ну, он просто реально задолбал, гадит, падла. Нам такого не надо. Лучше уже тогда вот этот серый пускай. Ладно. Поехали чистить курочек, козочек. Числа 15-20. Нюшки рожать, по-моему, апреля. Да. Поэтому решил уже, как бы, и выгон чистить начать. Конечно, как только мысли об этом в голову приходили сразу. Дрожь в ногах, колени подкашивались, чистить много. Но процесс пошел, ребят. Сейчас, думаю, вот так вот половину вычистить сегодня. А эту там, типа, половину оставить на завтра. Как говорится, не все сразу. Спину не рвать, по чуть-чуть. Почистил время, еще останется. Еще что-нибудь сделаю. Я вот, знаете, ребят, на котика этого смотрю, серого. Мне кажется, что он такой дерзкий, статный. Грубо говоря, дворянских кровей каких-то. Не то, что наш вот этот покусанный. Серьезный пацан. Такой муж. Блин, муж валится в семью. Блин. Это беляшап куда-то деть. А на его место как раз бы нормально было. А так много сильно. Вот кому хорошо. Хер, на батарее лежит, тепло. Крайз, это не. Неимоверно. А мне вот это какашки носить. Блин. Как песня. Хотелось ставить кошкой. Та-та-та-та-та. Чтоб на батарее валяться. И катушки вот эти котячие есть. Короче, у меня такая проблема, ребят, возникла. Трагедия. Пропал интернет. Я обычно интернет запитывал от брата по Wi-Fi. Ну, как обычно. Все, да. Халявный интернет. И сейчас у меня интернет просто пропал. И факт тот, что я в антенну свою. Там две антенны у меня. И у брата стоять не могу. Зайти в настройки. То есть антенна. Вот так вот светится. Показывает питание. Показывает сеть. Но зайти в нее я не могу. Посмотреть настройки. Сегодня вечером братишка с работы придет и пойдем разбираться. Надеюсь, победим. Без интернета я не знаю вообще, что делать, как быть. Надо же с вами дружить, видео выкладывать. Поэтому сижу, страдаю. Вот такая вот фигня. Надеюсь, победим. Сейчас иду антенну делать, ребят. Ну, для интернета. Интернет пропал. Что-то с антенны. Вернее, не иду делать. Да, братички, иду. Он будет делать. Смотреть, что там случилось. Может поправить. Надеюсь. Надо исправить без интернета жопа. Хотел сегодня выложить видео. Вернее, не сегодня. Вот когда снимается видео, хотел выложить видео. Когда вы будете его смотреть, уже будет не сегодня. Уже, скорее всего, интернет есть и все хорошо. Как-то так. Ребят, вроде антенну сделали. Сделали сброс. По нулям все скинули, как с завода. Заново настроили. Вроде пошла. Просочились на нее, настроили. Сейчас попробуем. Я домой подхожу. Ира с работы едет. Сейчас покажу. Вон она, вон она. Как мы четенько в одно время. Со сфарами. Со сради вам. Вам открыть? Не едешь никуда? Ну тогда что открывать? Да я открываю. Ну и все, вылазь. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Ну не знаю, тогда смотри. Ой! Что вы дверь не забываете? Ты заезжаешь тут все равно. Нет, не заезжаю. Что? Что ты не скажешь? Что это так рано? Как у меня дела? Это рано? Ну вообще это 6 часов. А я херю узнать, как должно быть. Ну вообще я же 7 приезжаю. И что так рано? Выгнали. Тебя проверяли. А у меня дома не ма, Ира. Да. Косяк, да? Смотрю. А я еще еду, думаю. Что-то такой знакомый пахадон какой-то. Смотри, маячок идет, раскачивается. Ну да, ну нафиг. Нафиг, нафиг, да. Барс, прищуренный. Петрович меня отпустил просто. На полчаса пораньше, поэтому я прискакала. И насчет рекламы, ребята, говорили, не получится вот эта вся затея. Ну почему нет? Несколько предложений поступили. Надеюсь, это только начало. Фух. Поэтому будем продолжать. Так что, ребят, всем пока. Счастья, здоровья, успехов. Ну а кому интересно, смотрим рекламу. Пока. Приветствую вас, уважаемые гости. Добро пожаловать на мой канал. На моем канале вы можете увидеть разнообразные ролики о жизни в частном доме, советую по уходу за огородом, борьбе с вредителями, о сезонных огородных работах. Периодически показываю своих котов, делаю интересный монтаж роликов, а также вы можете найти рецепты на все случаи жизни, от праздничных до блюд на каждый день. Все очень просто и доступно. Добро пожаловать на мой канал.